Всем привет дорогие друзья, с вами Влад Кузнецов и это анбоксинг нового процессора Digitage RP500, который я ждал 3 недели и думаю мои ожидания оправдаются полностью и на все 100%. Про сам процессор охота добавить то, что он имеет 200 пресетов, 100 заводских и 100 пользовательских, а также 40 эффектов, в которые уходят компрессор, дистошн, хорус, дилей, реверберация и так далее. В принципе это вкратце все о самом процессоре и что, какая у него начинка. Думаю пора его открыть и посмотреть какой он. Внутри мы обнаруживаем как всегда Талмутину с кубейзом. В принципе уже такая стандартная схема засовывания кубейса во все оборудование музыкальное. На примере у меня уже была такая ситуация, когда я брал звуковую карту Лексикон Альфа, в которой тоже лежал кубейс, в котором я нифига не пользуюсь, потому что роднее сонара для меня нету ничего, так как я считаю это самая удобная и простая программа, ну по крайней мере для меня. Также внутри мы обнаруживаем блок питания, в принципе ничего особенного, обычного блок питания. И наконец-то самое вкусное, наконец-таки сам процессор. Сейчас мы распакуем. Секунду. Так, еще одну секунду. Вроде почти все. Вот, все. Так, вот так он в принципе выглядит. То есть пидалборды. Очень, кстати, будет полезно на концептах особенно ими пользоваться. То есть ногой тыкнул, хоп, тебя, допустим, устошим, хоп, опять нажал, все, нету, там, допустим, дилей, ревер также и так далее. Остальные кнопки это байпас, темп, апдаун и педаль, которая служит при обычных эффектах, я так понял, как регулятор громкости, то есть также удобно на концертах, чтобы тут ничего не крутить. Взял, также ногой там нажал на педаль, громкость увеличилась, нажал опять, там громкость стала меньше. Вот, ну такой мини-пример, как ей можно пользоваться. Вот. А, еще хочу заметить, что из-за курса доллара пришлось немного за него переплатить, но я не жалею. Просто хочу как бы дать такой совет, если кто-то хочет на данное время взять какое-то музыкальное оборудование, лучше брать сейчас, потому что цены еще дороже станут. Например, на поп-мюзике гитара ЛТД стоила 30 тысяч, сейчас она уже стоит 40. И это еще не предел, так как курс доллара до сих пор растет. Ну это такой, как бы, маленький изъян нашей с вами страны. Ну а так все нормально, покупка я, конечно, доволен, все очень понравилось. И после того, как я все это дело подключу, послушаю и непосредственно, возможно, потом запишу видео непосредственно со звуком, чтобы и вы тоже, в принципе, могли оценить, и там уже могу, смогу какое-то свое мнение рассказать об этом процессоре и о качестве его звука. Вот, вкратце это все. Спасибо, кто посмотрел. Всем пока.